Благодаря Олимпиаде Сочи получил современную транспортную инфраструктуру, одну из лучших в стране. Однако на отдельных участках городских дорог пробки остаются, а летом даже усугубляются. Одна из причин, по мнению главы города, неравномерное распределение автотрафика. В частности, загруженный с дороги дублер на сегодня чуть выше 40%. По объездной дороге и того меньше. Основная часть водителей по-прежнему предпочитает выезжать в центр города по традиционному маршруту к Уортному проспекту. От того и пробки, особенно в утренние часы пик. И здесь ситуация могла бы исправить более слаженная работа по перенаправлению транспортных потоков. Еще одно сложное направление – Лазаревский район. В следующем году федеральные дорожники построят здесь сразу пять надземных пешеходных переходов, три в Лао и по одному в Якорной щели в Ардане. Но пока проблемы остаются, особенно на въезде в центр города на Мамайском перевале. Уже в ближайшее время здесь снесут торговый объект у самой дороги Лавашную, а в перспективе на освободившемся участке проложат еще одну четвертую полосу движения. А пока создана специальная комиссия, которая в ближайшие дни должна предложить хотя бы временную схему организации движения, чтобы разгрузить этот проблемный узел. Рассматриваются различные варианты отведения реверса в утренние часы пик до организации дежурства регулировщика. Причина всего лишь в том, что нет организационной подготовки. И организационная подготовка на том же Сергею Поле, когда поставили тогда, ну, запрещали левый поворот, единственное, надо было поставить сотрудника полиции, который бы временно поработал. Потом поставили светофор. Но светофор это тоже такое дело техническое. Да, утром этот светофор, наоборот, создает больше проблем, когда больше поток. Наверное, какое-то время или на какое-то время, на летнее время, может быть, в ручном режиме надо ставить. Мэр Сочи ставит задачу, туристы к морю должны добираться без проблем. Еще одна мера, призванная увеличить пропускную способность дорог, организация дежурств на пешеходных переходах. Без этого часто бывает, что пешеходы не организуются в группы, каждый самостоятельно переходит дорогу. В итоге машины вынуждены постоянно тормозить и пропускать людей. Глава города просит сотрудников ГАИ не отказываться от помощи казаков, которые в прошлом году формировали групповые переходы через проезжую часть. У нас и на Лаоне было пробок тогда, потому что тоже казаки стояли, правда, сотрудниками полиции, потому что федеральная дорога, но на тротуарах у нас стояли по одному казаку. У вновь созданной комиссии буквально считанные дни на то, чтобы представить свои предложения по улучшению ситуации. В любом случае, все варианты временного размещения организации дорожного движения в период массового наплыва курортников будут рассмотрены. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.